Ребят, вы часто спрашиваете меня, где приобрести те или иные лампы. На этот счет могу посоветовать вам сервис Е-каталог. Можете зайти в категорию автомобильные лампы и сделать отборы как по бренду, который вас интересует, так и по цоколю. Выбрав лампы по цоколю, вы, соответственно, видите весь ассортимент ламп и можете выбирать уже из гораздо большего количества ламп, чем в офлайн магазинах. Также вы видите все цены, это очень удобно для того, чтобы отследить, насколько конкурентные цены в том или ином магазине, поэтому всячески рекомендую данный сервис, ссылка на который будет в описании. Всем привет, вы на канале Теслаб, и мы продолжаем тестировать лампы ходовых огней в фаре для Гранте. Прочитав комментарии под своим прошлым видео, касаемо теста ходовых огней Xenite, я увидел там два основных запроса на тест ламп. Одна часть людей просила протестировать лампы HPL, вторая, в общем-то, тоже достаточно большая часть просила протестировать лампы DILAS. Лампы DILAS в этой ценовой категории выглядят значительно дешевле, хоть они стоят все-таки немало, но относительно HPL они стоят все-таки дешевле, поэтому я решил начать именно с них. И вот эти лампы у меня в руках, вот они, соответственно, в двух цветовых температурах. На упаковке мы можем прочитать, что лампы это для ходовых огней использования, и именно на либо 6,5 кельнов, либо 4000 кельнов. И что очень удобно, на коробке сразу видно светоотдача лампы. В случае с лампой на 6,5 тысяч кельнов, это 750 люминов, и в случае лампы на 4000 кельнов, это 900 кельнов. Лампы представляют из себя, в общем-то, схему кукурузы, но на крайне современных диодах. В комментариях я читал такие сообщения, что кукурузы не могут светить ярко и качественно, но я тут хочу поспорить. Почему? Потому что современные чипы имеют очень и очень хорошую светоотдачу. В данных лампах применяются светодиоды LG, самые современные светодиоды с максимальной светоотдачей на данный момент. Единственное, почему отличается светоотдача у ламп на 6,5 кельнов и на 4,5 кельнов, это поколение этих чипов. Поэтому светоотдача у них больше и греются они меньше. Итак, лампы российского производства, гарантия на них, прямо на упаковке написано, что составляет один год. Это очень хорошо, выглядят они достаточно качественно, в руке так вот они очень увесисто лежат. Чувствуется, что металл, вот это именно алюминиевый радиатор, то есть это действительно алюминий и действительно радиатор. Ну и так как это все-таки лампа для ходовых огней, я их поэтому поставил фару, включил свет в боксе максимально, чтобы освещенность была выше. И отошел где-то примерно метров на 18, для того, чтобы вот именно издалека оценить, насколько ярко видна лампа в светлое время суток. Соревноваться они будут все с той же обычной лампой накаливания V21V, то есть двухспиральный, в которой спираль 21W, это и есть ходовые огни. То, что лампа выполнена в форме кукурузы, видно, что это помогает засветить отражатель, то есть уже не такой яркой точки по центру, а уже светится весь отражатель, как в случае с галогеном, но ребят, что стоит отметить, все-таки видно, что по сравнению с галогеном 750 люминов это чуть-чуть меньше, вот именно глазом воспринимается, чем галоген, чем стандартная лампа накаливания точнее. И следующая модель, которая мне больше всего понравилась, это уже моделька на 4000 кельнов, на 900 люминов. Вот здесь мы, ребята, видим, в принципе, что она светит уже не хуже, не хуже галогена, но дает гораздо более белый свет, гораздо более белый свет. И, в принципе, с учетом, что лампа эта в два раза ярче, ой, прошу прощения, в два раза мощнее, чем то, что было у Xenite, то мы видим, что, в общем-то, даже в светлое время суток она со своей работой справляется. Ребят, единственное, хочу отметить, что лампы DILAS является не биполярными, то есть для того, чтобы ее правильно установить, соответственно, надо поставить, включить габариты, если она не горит, то ее просто надо перевернуть, то есть вытащить из патрона и на 180 градусов повернуть. Вот это особенность, то есть учитывайте это, если будете приобретать данные лампы. Ребят, также хочу отметить, что габариты меня не особо, режим габаритов мне не особо интересал, потому что все лампы, даже самая дешевая, прекрасно справляется с этим режимом. И тестировать лампы на яркость габаритов, ну, особого смысла нет. Для меня основная цель была именно протестировать вот именно как свою функцию, как ходовой огонь. Выполняют данные лампы в данной фаре. От себя я могу сказать, что я буду продолжать эти тесты, по мере того, как будут копиться у меня вот именно количество образцов, соответственно, тесты по ходовым огням будут выходить и дальше. В общем и целом, если эта информация была вам полезна, ставьте лайк, если была бесполезна, ставьте дизлайк. Ну а с вами был, как всегда, Андрей Финашин, и до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok